добрый день дорогие друзья доброе утро я сегодня хочу да это моя любимая тема и мое направление это новейшее направление я бы сказал в медицине но направление которое создана мною создана ною я водными технологиями занимаюсь уже 40 лет то тогда это слово водород или там лечение с применением различных водных растворов это считалось акульной такой медициной ну вообще не медицина это какое-то волшебство и так далее но сейчас если вы кто-то интересуется вот ну знаете водородная вода слышали да потом вода водородные вот эти установки вот как раз это все это все мое потому что международный патент по изготовлению вот этих водородных генераторов принадлежит мне 2008 году китайцы потом от меня украли начали сами производить ну бог с ними с ними бороться трудно я пошел дальше но дело в том что а там как у нас нет ничего там море по водородной вода где в том что я практикующий врач я начинал я начинал ничего я без этого слышно да я начинал с хирургии потом ушел в науку за пять лет я защитил кандидатскую докторскую потом опять возвратился практику но уже с другими так сказать на взглядами и я понял что нашей существующей медицине только может оставаться хирургия остальное все это просто протокольная медицина зарабатывание денег для фармкомпании поэтому я пошел по другому пути я начал заниматься тогда дисбактериозами когда это слово вообще тогда не произносился а сейчас у каждого на устах это слово до прошло 30 лет и с применением вот этих лобных технологий и было защищено более 60 авторских свидетельств тогда еще были это патенты различные устройства методы диагностики метри в основном методы лечения с применения различных водных растворов почему именно вода почему я как-то связал свою судьбу с водой но вы знаете что человеческий организм на 70 процентов состоит из воды и на 70 процентов наш земной шарик покрыт водой как вы думаете это случайность или закономерность то есть понимаете есть такие маленькие такие вещи когда люди не обращают на это внимание то есть это говорит о связи нашей именно с матушкой природой земным шаром это все не случайно это все при задумано всевышним и это все просто мы не можем это увидеть и и заметить но наша вода на нашем организме имеет совершенно другие характеристики которые вы ежедневно пьете да еще по дурацким компьютер этим интернетовским рекомендациях по 2-3 литра в день не хочу но надо интернете было написано что надо это пить и это все наоборот это вода идет вам не на пользу она вред потому что наша вода имеет определенные характеристики мы щелочные вы знаете да ваш кровью на 735 745 у нас более низкое поверхностное натяжение нашей воды то есть она более жидкая в кавычках потому что там обменные процессы должны происходить и самый такой нужный показатель это заряд воды окислительно-восстановительный потенциал этот потенциал который характеризует все наши окислительно-восстановительные реакции которые поддерживают нашу жизнедеятельность а ну как я уже сказал это 735 45 заряд вот заряд нашей воды в отличие от той воды которую вы пьете каждый день у нас вода заряжена отрицательно батарейка знаете да плюс минус и это тоже не случайно потому что что такое отрицательный заряд это свободные электроны которые содержатся наши это тоже наш господи дал нам защитную механизм он знал что мы все время не будем жить в райском саду когда-то когда-то вы там подведете измените нас вместе с вами отпустил он вниз на землю но предусмотрел все чтобы мы себя защищали и вот это это свободные электроны представьте себе что у нас 70 триллионов клеток они как рыбки в аквариуме плавают в этой воде и там 100 свободных электронов которые то есть мы а что такое свободные электроны это все вещества знаете антиоксиданты до антиоксиданты и как раз они имеют свободные электроны то есть мы ходячие антиоксиданты причем мои самые самые крупные потому что любой антиоксидант имеет силу эти свободные электроны а мы имеем 100 свободных электронов так ну что за техника что-то что-то без этой техники значит что то есть я там там вы уже увидели то что наш организм минус 70 минус 100 а вся вода которую вы пьете это плюс 250 и выше то есть мы минус пьем плюс да еще вы пьете деминерализованную воду из обратных этих как его осмоса титра да почти дистиллированную пьете больше части кислую воду потому что проходит а это все наоборот то есть вы пьете воду она вас медленно медленно убивает потому что вы пьете свободные радикалы плюсовую воду и все в чем-то в таком большом количестве следующий момент что мы хотим мы знаем что мы h2o это вода да но вода вода состоит из водорода и у ваш группы h h h h плюс h минус так вот мы составим из большей части водорода именно вода вот если вы посмотрите да водород обратно как читается до родов то есть этот не все не всегда же жизнь была на нашем этом мировом океане а тогда когда появилась определенная форма водорода именно вот с этим отрицательным знакам которые многие не вот вот это объективное доказательство того что мы создаем из водорода это специальный японский прибор на вещи который определяет концентрацию водорода ну вообще в любой жидкости его смотрите 9 на кончике языка успеваем и 935 пипи бета 935 миллиардов иона водорода вот на кончике представьте сколько мы возьмем и водородные мы бар ходячие водороды и антиоксиданты следующие давайте говорите меня бутыль а значит но водород водород урожай вы знаете молекула водорода состоят из двух атомов они все нейтральные плюс и минус они не тратим и он и водорода h следующий и мы знаем что значит при химических реакциях водород отдают этот один электрон и превращается наш плюс мы знаем наш плюс ваш минус но существует другая форма водорода о котором мы быть почему-то не проходили нам это не задавали и мы это не знаем следующее что есть водород который принимает электрон не превращается в отрицательный и и он водорода называется гидрид и он или активный водород и именно мы составим с этого водорода пожалуйста вот другой прибор который измеряет окислительно-восстановительный потенциал вы видите тоже на том же кончике языка минус 255 то есть это объективные доказательства что мы составим из водорода и составить из активного водорода гидрид и он следующий пожалуйста а теперь посмотрим какие причины наших хронических заболеваний это первое что мы закисляемся потому что все что мы пьем кушаем это все если от кислое и это все вот эти мы кушаем и пьем все мертвое я бы сказал извините дорогие мои друзья но хоть как бы это не звучало но это есть факт что человек это падальщик он пытается падали как животные так и растительные потому что и и растение и овощи и фрукты они тоже живые когда растут мы их оторвали они умирают и поэтому мы все мы подачки и это все приводит еще на нарушение частоты работы клеток в основном это мембраны клеток следующее пожалуйста и поэтому я вот сделал такую свободно радикальную теорию причин хронических заболеваний в том что вот все эти вредные факторы свободные радикалы плюсовые они атакуют ежесекундно 100000 свободных радикалов атакуют наши пески 100000 ежесекундно саду лишь целью они плюс им надо минус и они в двух направлениях пожалуйста сторону клеток потому что знают что их им им надо плюс и взять минус они знают что клетки имеют минус и бегут к нашим клеткам клетки в норме 70 100 отдавая электроны они разряжаются и клетка воспаляется минус 50 это уже воспаленная клетка хроники холецистит и панкреатит и так далее дальше идет за разрядка это уже раковая клетка минус 30 и более то есть чем больше мы идем к плюсу тем больше мы идем к смерти любая мертвая ткань имеет положительный заряд живая ткань отрицательный заряд все это и воспаленные раковые клетки начинают выделять ядные токсины которые опосредованно разъезжают клетку получать такой порочный круг следующее направление к нашей дорогой микрофлоре убивает микрофлору дисбактериозы а дисбактериоз является причиной заборов это эндогенная страшная интоксикация нарушение обмена веществ тоже интоксикация знаете напрямую связано с иммунитетом то есть иммунодефицит активируются вирусы бактерий паразиты все это опять страшная интоксикация опять-таки замкнутые круги получается у нас огниво токсинов одних которые у нас в организме следующее пожалуйста 5 минут осталось поэтому я создал такую комплексную программу лечебно-оздоровительную который создает из четырех этапов это подготовительный этап это про травки паразитов очистительной восстановительной его назвал полный евро ремонт в организме со всеми его этапами ну подготовительным и подготавливает и большой упор у нас естественно на печи на печень потому что я считаю что печень это корни нашего организма считаете что у вас растет дерево все ваши органы колесе и плоды а дерево питается через корни, а корни у нас в печени. Поэтому мы подготавливаем печень, делаем диоденальные зондирования, специальные лечебные, оздоровительные. Потом идет протравка специально печеночных паразитов, которые вы поедаете каждый раз любой рыбой и морепродуктами. Следующий, пожалуйста. Ну, это применяются, естественно, в основе нашей водной растворы, которую мы на специальных установках получаем. Аналит, катая, то есть это два раствора, которые одни заменяют самые совершенные антибиотики, но безвредные для организма, другие самые совершенные иммуносимуляторы, восстанавливающие и так далее. Но это вода. Следующий, пожалуйста. Ну, вот очистительный этап. Это лечебное голодание семь дней, специальными антиоксидантными капельницами. То есть мы заряжаем специальные капельницы минусовые, потому что например, физраствор обыкновенный, вы знаете, да, с чего начинается и служила на терапии, его заряд плюс 300. Представляете, плюс 300 вливает в минус 70. Ну, минус 70 это у здорового. То есть, вместо того, чтобы зарядить, разряжаем. А этот мы плюс 300 мы превращаем в минус 300. То есть превращаем в такой суперджайзер, который направляем. И плюс там специальные водородные бочки, там хамам водородный. В общем, такой комплекс. И в конце, восстановительный этап, мы заселяем специальное микрофлору. Следующая, пожалуйста. Так, слабонервным прошу закрыть глаза. Это то, что выходит у наших больных, причем не больных, каких-то больных, а люди, которые пришли очиститься. Вроде они ковычно-здоровые. Вот смотрите, это женщина, которая в Дубае все, что шевелилось, себе в рот бросала. И смотрите, что у нее выходило как банзер. Она пять лет страдала и не могла избавиться от этого змея. Следующая, вот такие вещи. Причем это на голоде. Это не какие-то пищевые какие-то отходы. Следующая, вот, пожалуйста. Это в Болгарии у меня там клиника была. В Болгарии пришли очистить все, увидели сумасшедшие. Как это, как у меня это может быть? Вот, пожалуйста. Так что вы ходите, вы не думайте следующее, что мы все стерильные, все хорошенькие, утром себя в марафет наводите, а что там, дорогие мои? Еще Христос в свое время писал, что человек похож на красивый саркофаг египетский, который снаружи покрыт всякими украшениями, а внутри мерзопатостью. Очень-очень правильно он сказал, потому что мы все покрыты в мерзопатость. Ну, это я сказал уже прям... Что надо делать? Да, ну, помимо того, мы это оздоравливаем, и что надо делать? Так поддержать, естественно, как я сказал, пить воду правильную. Это позволяет вот водородные генераторы, которые я создал, создал, вот это электронные, которые сейчас делают наши братья-китайцы, минеральные и металлические, которые они еще до этого не дошли, потому что я ни с рук все не давал. Следующее, пожалуйста. А, ну, это мои патенты, вот по этим, которые между нас, даже в Китае я патентовал это все, и прекрасно... Это работа... Так, все. Это работа... Ну, это не надо уже... Как работают эти генераторы? Я вот сейчас хотел бы вам продемонстрировать, да? Вот я положил как раз воду, пока я тут говорил. Смотрите, может кто-то подойдет и посмотрит, да? Вот эти пузырьки, видите? Это вот как раз водородные пузырьки. Водородные пузырьки, и сейчас мы можем... измерить опислительно-восстановительный потенциал. Кто-то может подойти и посмотреть? Сейчас сниму, посмотрите. Подойди, чтобы сабло было. Минус 150, минус 160. Крупный план. Шан Татикович, сейчас крупным планом дисплей. Вот, минус 200 и спускается, да? Минус 200. Теперь посмотрим, что у нас в обычную воду. Я это тоже налил. Одна минута. Да, да, сейчас, 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 одна минута. А здесь плюс и повышается. Плюс 200 и так далее. Плюс 250, дойдет до плюс 300. Видно, да? Теперь напоследок испытуемый. Кто хочет испытать? Так, есть такой кинезиологический тест, я хочу продемонстрировать. Руки на сторону. Это просто по-другому вы не ощутите это. Одну ногу поднимите. Нет, нет, нет. Руки. Я давлю, поднимите. Да, я давлю на руку, руку не опускать, если не можете, нога опускается. Опускается нога, да? Ага. Так, пьем вот глоток этой воды, обыкновенной, которую вы каждый день бьете. Ну, все. Давайте. Падайте. Ну, да. И теперь, ну, можете маленький глоток, потом допьете. Кстати, стакан этой воды выпитый. Идентично, если бы вы съели 100 таблеток витамина С одновременно по своим антиоксидантным свойствам. Пожалуйста. Ого. Ну что, подними руку, меня подними, 73 килограмма. Хочется поднять. Ага. И лоточек такой, лоточек. Вот так работают эти генераторы, которые... Вот вам здоровье, пожалуйста, дорогие. Элементарное, элементарное здоровье, которое вы можете, пока еще не проходя это, но уже начинать себя оздоравливать, очищать свои клетки, потому что эти антиоксиданты, они будут заряжать клетки, клетки будут сами работать и сами выбрасывать этот мусор, и пойдет самоочищение. Желаю вам здоровья и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok